Добрый вечер, в эфире телекомпания «Город» Программа подробностей И мне очень приятно, что сегодня у нас в гостях мой коллега, замечательный журналист, главный редактор газеты «Домстрой» И вообще очень талантливый человек Денис Абраков Добрый вечер Здравствуйте У вас юбилей, газета отпраздновала 15-летие С какими результатами подходите? Не хочется говорить конкретно о цифрах Хочется вспомнить хорошие, добрые, светлые Тем не менее, мы от цифр не уйдем За 15 лет это 750 номеров газеты И 15-летний капитал наш, это прежде всего идеи, проекты, инициативы, которые были реализованы благодаря нашему коллективу За эти годы мы издали несколько аналитических сборников по недвижимости С эксклюзивной информацией Подготовили книгу «100 известных рязанцев» в 2013 году, которую, кстати, я два года назад представлял на вашем канале Естественно, одна из важнейших задач, стратегических целей нашего издания – быть полезным горожанам, быть полезным рязанцам За эти годы мы провели несколько акций по благоустройству в различных районах города Турниры по боулингу, волейболу и футболу среди наших партнеров Ну а с 2007 года «Домстрой» стал инициатором уникального в своем роде независимого некоммерческого конкурса строительных компаний «Доминант» Он уже 8 лет проходит и получил самую высокую оценку у экспертного сообщества, у застройщиков, у аналитиков, у горожан, которые собираются купить или уже приобрели жилье Очень многое достигнет Но, безусловно, едва ли удалось этого достичь без нашего замечательного, прекрасного коллектива 89% сотрудников нашего издания уже работают в газете более 10 лет Это сложная тема, тут нужно быть не только журналистом, нужно действительно быть экспертом Постоянно анализировать рынок недвижимости, постоянно анализировать, где что происходит Это сложно? Ну, действительно, задача непростая Мы стараемся, наши материалы, а мы касаемся не только в наших статьях, не только ситуации на рынке недвижимости Но и проблемы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии, экономических проблем в целом И позиционируем их на город, на регион И, безусловно, чтобы материал был по-настоящему компетентным и объективным Необходимо приводить точки зрения различных сторон И в пуле экспертов нашего издания более 300 авторитетных, уважаемых людей Которые прекрасно разбираются в тех областях, которые мы освещаем на наших страницах Ну и, естественно, мы стараемся оттачивать все цифры и факты, которые приводим Потому что журналистика – это ответственнейшая профессия Да, ошибаться нельзя, иначе можно потерять доверие Согласен, потому что репутация – это превыше всего Масштабное изучение рынка недвижимости невозможно без квалифицированного аналитического отдела За время работы нашего издания мы обучили, воспитали трех аналитиков рынка недвижимости Сейчас четвертый проходит обучение И мы считаем, что без анализа, без грамотного мониторинга рынка недвижимости Очень трудно понимать, воспринимать адекватно те процессы, которые сейчас происходят в этой сфере И, безусловно, сложно доносить до читателей объективную картину происходящего За 15 лет, я думаю, что вы уже доказали, на что вы способны В работе каждого издания бывают какие-то забавные случаи Но, вы знаете, дело в том, что просто, может быть, не очень корректно было бы их просто приводить Всегда какие-то бывают курьезные случаи Самое главное оставаться, скажем так, по-настоящему компетентным, информированным, уважаемым изданием И это, тем более, на фоне нынешних реалий На фоне определенных кризисных явлений в сфере печатных СМИ Когда рынок сужается Когда печатные СМИ, тем более деловые, специализированные издания Испытывают сложности на фоне возрастающей популярности интернета, интернет-изданий Тем более, в этой ситуации нужно стремиться быть максимально объективным, компетентным, оперативным и квалифицированным Какой совет вы, как редактор, дадите остальным журналистам? Сейчас очень много новичков, и я скажу честно Те студенты, будущие выпускники вузов, будущие журналисты Вот те, кто приходит, ну, я бы еще подумала и не раз брать или не брать Не стесняйтесь учиться у более квалифицированных, успешных коллег Как говорят французы, on apprend à tout âge Учатся в любом возрасте Поэтому это первый совет А второй совет, ну, как я уже сказал, надо стараться максимально глубоко проникнуть в тему Уважать своих собеседников, уважать своих читателей И быть компетентным Не бояться давать собственного аргументированного суждения Но и, с одной стороны, с другой стороны, сочетать его с различными точками зрения на данный вопрос Пусть даже они бывают диаметрально противоположными За 15 лет самое главное изменение, которое произошло с газетой? Об изменениях в газете, наверное, лучше всего судить нашим читателям Которые могут сопоставить первый номер Какой газет стал через 5, через 10, через 15 лет Мы считаем, что мы, прежде всего, как информационно-аналитическое издание Постоянно стараемся совершенствовать и качество материалов, и качество аналитических исследований, которые мы проводим То есть за эти 15 лет более 50 аналитических комплексных исследований рынка Мы провели, подготовили более 40 специфизированных справочников на востройке Рязани Поэтому, безусловно, мы стремимся не останавливаться на достигнутом А когда реализовываем каждый конкретно отдельно взятый проект Стараемся как-то совершенствовать, учитывать какие-то ошибки, недочеты предыдущих проектов И вносить необходимые замечания, чтобы проект был по-настоящему полезен Востребован, чтобы та или инициатива была по-настоящему здорово реализована и получила необходимый эффект Но у вас и обратная связь постоянно циркулирует Ну, безусловно, у нас и через наш сайт домострой.медиа.ру мы получаем комментарии постоянных читателей И, соответственно, для нас очень важно мнение наших партнеров Для нас очень важно мнение наших читателей, которые могут и позвонить, и написать на электронную почту Соответственно, для нас это очень важно Порой и многие темы рождаются благодаря обратной связи Здорово, вот это один из крайних выпусков, расскажите о нем немножечко Можно бы полистать, какая-то тема, может быть, будет интересна и сейчас Мы посвятили тему, мы сделали главной темой этого номера 15 лет газеты Так как это юбилей И, соответственно, подвели небольшой статистический итог К тому, что удалось нам достичь за эти годы Сделали подборку иллюстраций Была провела очень кропотливая работа И поэтому, потому что 15 лет срок очень серьезный для средств массовой информации Поэтому мы сделали такой цифровой обзор тех достижений, в части из которых я уже обнародовал во время нашего эфира Сложно быть редактором, тем более в таком серьезном издании Редактором быть сложно и очень ответственно Потому что необходимо держать руку на пульсе событий Необходимо быть... Отвечать за каждое написанное слово Да, за каждое слово, за каждую запятую За каждое действие, которое предпринимается в рамках тех задач Которые необходимо выполнять в рамках должностных обязанностей Это очень сложно, ответственно, но и почетно Это главная часть жизни И порой не так уж много времени остается на семью Какие ближайшие планы, не могу не спросить Наверное, неправильно было бы раскрывать все козыри Но одной идеей хотелось бы поделиться с телезрителями Мы инициировали создание в Рязани скульптурной композиции, посвященной профессии строителя Нашли поддержку у ведущих строительных компаний Это интересно И сейчас эта идея рассматривается в городской администрации Мы прорабатываем различные варианты Пока на начальном этапе реализации находится эта инициатива И на наш взгляд, такой памятник был бы достойной данью уважения Этой прекрасной создательной профессии Ну и способствовал бы повышению туристической привлекательности Городом могут стать одной из визитных карточек Рязани В отличие от нас, телевизионщиков, вы за кадром Вас не видят Что бы вы сказали сейчас своим читателям? Не стесняйтесь нас критиковать Обстоятельно, аргументированно И ваше мнение, ваши идеи, ваши позиции для нас очень ценны Спасибо вам огромное за эту встречу Я вас еще раз поздравляю с юбилеем Надеюсь, что видится мы будем часто обсуждать актуальные встречи и впредь Это была программа Подробности Оставайтесь с нами и до новых встреч в эфире Спасибо Спасибо